Слово «галаха» может использоваться с разными ударениями. Ивритская «галаха» имеет ударение на последний слог и лишено привычной нам начальной «г». Слово это пришло из арамейского языка, так называется свод законов иудейской религии, то есть тех, что содержатся в Торе и Талмуде. Галаха регламентирует в жизни религиозного еврея все, начиная с того, кто имеет право называться евреем. Отсюда выражение «галахический еврей», то есть тот, кто полностью соответствует иудейскому закону. Чем более религиозен еврей, тем буквальнее он воспринимает галахические предписания. Светские евреи не ориентируются на иудейские законы совершенно. Однако Израиль, будучи демократическим государством, все же во многом опирается на иудейские традиции, как на основу еврейской культуры и идентичности. Поэтому в израильском законе о возвращении, например, содержится галахическое определение евреев. В Израиле нет никакого религиозного диктата. Нерелигиозные или умеренно религиозные люди могут сами выстраивать свои взаимоотношения с иудаизмом или любой другой верой по своему выбору. Подписывайтесь на этот канал, чтобы узнавать об Израиле много интересного. Помните, что каждый лайк помогает продвигать видео.